Обещанного три года ждут. Жители 43-го дома в микрорайоне Жастарк города Талкурган не могут дождаться ремонта дороги во дворе. С осени они живут в условиях, когда в непогоду подъезд к дому превращается в грязевую полосу препятствий. Когда завершится ремонт двора и ограничивается ли проблема только одним домом, наша съемочная группа разбиралась в ситуации. Серик Керемжанов инвалид первой группы по зрению. Вот уже 30 лет он практически ничего не видит. 15 лет они с супругой проживают в 43-м доме в микрорайоне Жастарк. Передвигаться по двору без помощи посторонних мужчина не может. Помогает жена. Но с недавнего времени это стало особенно сложно. После того, как во дворе возле дома был снят асфальт, переход от подъезда к беседкам для пенсионера стал похож на полосу препятствий. Негодуют и родители с маленькими детьми, которым приходится неоднократно поднимать коляски с малышами на руки, чтобы преодолеть это небольшое расстояние. В непогоду же жильцы предпочитают и вовсе. По возможности не выходить на улицу, чтобы не утонуть в грязи. А ведь в доме проживает 90 семей. С 1985 года мы живем в 43-м доме. У нас всегда было хорошо, чисто, говорится. И обрезали деревья, и все это. Но почему-то в декабре, в ноябре, в декабре асфальт сняли. И до сих пор ничего не делается. Грязи, погрязи. Ходили, как эти болотные сапоги надо было, наверное, одевать. Полностью все везде сняли. Две недели примерно тому назад. А раньше сняли где-то в ноябре. Два подъезда. И после этого пошли дожди. Невозможно было сюда пройти вообще. Из подъезда выйти и зайти в подъезд. А дети, можно сказать, вообще не могли никуда выходить. В доме живут много инвалидов. Поэтому для них это предоставило большую сложность. Очень трудно было подъехать в такси. Машины отказывали сюда подъезжать. Нам с 19-го года обещали ремонт сделать. Вот 40-й дом сделали, 42-й дом сделали. А наш дом 43-й оставили. Почему-то. И обещали в 22-м году сделать. ЖХХ обещали в 22-м году. Так и не делают. Вот уже 24-й год. Как оказалось, в прошлом году тендер на проведение текущего ремонта дворов в микрорайоне Жастар выиграла компания Аманат Фирст Констракшн. Работы были начаты только осенью. Однако так и не завершены. В отношении нерадивых подрядчиков приняты меры. И это не только штрафные санкции. Осенью, ноября прошлого года мы подали в суд на расторжение договора. Здесь имеется решение суда. Обязательно завершение строительно-монтажных работ. С подрядчиком сейчас в данный момент готовим повторность к суду. Но подрядчик обязуется на следующей неделе уже приступить к укладке асфальтных материалов во дворе. А также завершить работу. В случае, если они также будут игнорировать наши уведомления, уже в судебном порядке будем на расторжение договора подавать и объявлять повторный конкурс на текущий ремонт двора. Всего в прошлом году в областном центре планировалось провести текущий ремонт 154 дворов. Однако порядка 20 из них остались не отремонтированными. Свои обязательства не выполнили две компании. И если первая уже завершает работы в микрорайоне Каратал, то жителям микрорайонов Улан, Жастар и Харышкер повезло еще меньше. Впрочем, по словам сотрудников городского ЖКХ, в ближайшее время этот вопрос будет решен. В остальном работы по благоустройству Талдыкургана ведутся по плану. У нас по проекту есть микрорайон Улан, это первый военный городок, благоустройство, капитальный ремонт там идет. И по бюджету народного участия у нас 21 проект, который в прошлом году подавали заявки. Мы в этом году реализуем эти проекты по дворовым территориям, именно по спортивным площадкам и по детским площадкам. Говоря о благоустройстве дворовых территорий, нельзя оставить без внимания и условия вывоза мусора. Так, жильцы того же многострадального дома номер 43 в микрорайоне Жастар уже почти неделю вынуждены вдыхать не самые приятные ароматы, которые исходят от мусорных контейнеров. По словам жителей, после смены обслуживающей компании отходы перестали нормально вывозить. Они его не вывозят, неделя стоят бачки, приедут только это. Вокруг уберут, в машину скидает и уезжает, а там уже все гниет, иванизм, даже подойти к мусорке нельзя. Почему так делать? Своих, которые аккуратно вывозили, через каждый день приезжали, чистота была. Вывозили аккуратно, значит, тех уволили, говорят, а алматинцы, а у них ни конторы, ничего нет. По словам ответственных специалистов, эта ситуация изменится в ближайшие дни. Мы сейчас в данный момент прорабатываем вопрос именно по заглубленным контейнерам. У нас сейчас две техники и Денис работают по городу, по мере возможности сейчас успевают, но эта работа наладится. Они только начали, вот 3-4 дня как приступили, ну, думаю, за неделю они уже войдут в колью, да, работать. Кроме того, в этом году по плану во дворах областного центра будут установлены еще 60 мусорных площадок с евроконтейнерами. Остается надеяться, что такие меры позволят держать город в чистоте и порядке.